Привет, Страж! Это я, Джонни Лейни, у меня на руках перчатки клятва Синобу, а значит начался ивент Багряные дни в Destiny 2. Да, так и есть. Февраль. В воздухе зависло трепетное ожидание весны, солнышка и нового контента в Destiny в арте. Пока ждем, встречаем последний ивент в текущем сезоне, Багряные дни, мероприятие ко дню всех влюбленных. Мероприятие исключительно пвпшное, но на самом деле пвп довольно фановое, ведь это режим напарники, рассчитанный на двоих. Хватай друга, подругу, парня, девушку и вперед, добывать награды у Купидона, Шакса и Тесс. У Шакса первонаперво берем баунти и смотрим, чего за них дают. Сладкие сердца, которые потом можно обменять на полезнейшие перки. Как для тебя сделали? Ну, может быть не такие полезнейшие, но как минимум ресурсов с них поиметь немножко можно. Выиграй, убей, пройди и получи странные конфеты. О, а вот тут лук. Лук от Шакса, то есть пвп лук. Спойлер нет. Ладно, чтобы его получить, просто пройдите сумрачный налет вдвоем дважды. Заберите у Шакиса лук и вот только не надо никаких муча в пвп потестим. Не надо, просто, просто если у вас еще не максимальный почему-то уровень силы, синтезируйте его в любое полезное оружие во второй слот, например шатган. Че по пвп? Нет половинки или напарника в Destiny 2? Супер революционная система матчмейкинга, прямо как в черном зеркале, подберет тебе идеального тиммейта, на которого ты сможешь положиться, который не бросит в бою и всегда будет рядом. Но это не точно. Ах да, рядом. Это самое важное. Оставайся всегда плечом к плечу со своим Валентином, ведь когда вы рядом, ваши способности будут откатываться до смешного быстро. Гранат будет так много, как Шаксу и не снилось даже в режиме хаос. Да, охотники с двумя скипами, титаны с подавляющими гранатами и... Пожалуй, все. Больше вы в этом режиме никого особо не встретите. Вот почему я был в тех уродливых перчатках в начале ролика. Желательно все же идти в режим с напарником, потому что каждый раз, когда команда попадается на рандомов, это значит изи вин для нее. Почему? Потому что как только вы отходите от своего спутника, на вас мало того, что баф пропадает, но еще и метка вешается, и вы становитесь легкой мишенью для соперника. За что можно бороться? За краску, призраков, сперроу и эмоции от Тесс Эверис. О, круто, новая косметика? Прошлогодняя. Да, серьезно, прошлогодняя косметика, старые оболочки призрака, старые сперроу, старые шейдеры, даже эмблема старая. Это даже не рьюс, это просто ничего. Я понимаю, что через несколько недель новый сезон начнется и интересные нововведения, и новые награды приготовили для нас уже там. Но зачем нам ивент, который не приносит ничего нового? Лук? Да, лук, в пекло его. Но Джонни не все играли в первом году в этот ивент. Ну, по такой логике, можно контент в принципе никогда не добавлять. Новые игроки вливаются в игру регулярно. Они же не получили шмот, который основной костяк аудитории получил в том году. Сам режим тоже никак не изменился, но мне он все еще нравится. Как-то легко он играется, при том, когда попадаются норм противники, то при игре 2 в 2 цена ошибки повышается, и тогда уже наоборот азарт и страсть к победе растет. Хотя я, наверное, просто давно не играл в даблс. Из минусов, разве что баф мало ощутим от игры вместе, и те, кто из матчей выходят, мудаки, которых банить на время всего ивента за эти самые вылеты надо. И вот дали нам этот лук. Почему бы не добавить ему перк, который бы позволял с него убивать в голову за одно попадание под бафом от напарника? Это бы уже было что-то выделяющееся. А так, ну хз, даблс с утроенными гранатами. Ах да, еще есть пачка новых триумфов, за которые, естественно, очков не начисляют. За выполнение всех вам дадут чудесного шоколадного призрака. Который тоже из первой части, к слову. Мне тогда больше карамельный нравился. В итоге, не люблю, когда граждане недовольные в комментариях оказываются правы, но в этот раз спорить тяжело. Ивент и правда на вечерок. Так или иначе, уже со дня на день мы узнаем дату старта нового сезона. Ждем с нетерпением нововведений в Гамбите, развития, истории лора и, конечно же, револьвер Торн. Замеркли. И, конечно же, револьвер Торн. Ставь лайк, если хочешь узнать, что это за Торн такой. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. И до связи.